ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужчина был пассажиром «Жигулей» и находился в салоне транспорта в нерабочее время. По какой причине водитель ВАЗа не притормозил перед стоящим пустым вагоном, загадка. Трагедия произошла на безлюдной технологической трассе, по которой проходят железнодорожные пути. Их крайне редко используют. Возможно, автомобилист в темноте не заметил преграду. Ни один из 13 установленных светофоров не работал. В 22.05 на территории остановочной платформы 3307-й километр в Новосибирском районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21053 со стоящим на переезде грузовым вагоном. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия скончались два пассажира автомобиля. 27-летний житель города Новосибирска и 28-летний сотрудник полиции. Судя по повреждениям на машине, скорость в момент столкновения была предельной. Передняя часть легковушки деформирована, люди оказались зажаты в салоне. Смерть двух пассажиров наступила мгновенно. Их тела пришлось вырезать спасателям. Пожарные спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы при помощи специального гидравлического инструмента вскрывали кузов автомобиля для деблокировки погибших. Происшествие на движение поездов не повлияло. Водитель передан медикам с серьезной черепно-мозговой травмой. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии. Врачи пока не дают прогнозов. По данным наших источников правоохранительных органов, автомобилист является злостным нарушителем правил. За 12 месяцев получил 21 протокол. В основном за превышение скорости. В последний раз мужчину отстранили от управления 2 апреля этого года за отказ проходить тест на трезвость. Хотя у инспекторов было подозрение на опьянение. Суд еще не успел лишить водителя прав. Был ли автомобилист под шофе в момент серьезного ДТП, станет известно позже. Чуть больше двух часов потребовалось инспекторам ДПС, чтобы раскрыть дело об угоне Короллы. Информация о краже транспорта поступила в дежурную часть около полуночи. Экипажи сразу же отправились на поиски. Тойоту заметили на старом шоссе. Пьяный водитель даже не оказывал сопротивления и рассказал, что угнал иномарку соседней улицы. Задержанного доставили в Первомайский отдел полиции. Уже возбудили уголовное дело. Задержанный был доставлен в отдел полиции номер 9, Первомайский, управление МВД России по городу Новосибирску для дальнейшего разбирательства. Как установили полицейские, 27-летний житель Новосибирска ранее уже был судим за аналогичное преступление. Сотрудниками ГИБДД был составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющего права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренному частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. А вот инспекторам ДПС из Братска пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного нарушителя. За лихачом гнались почти 20 километров. Подозрительную десятку заметили на одной из трасс. Машина петляла из стороны в сторону. Водитель не реагировал на призывы остановиться. Пришлось применить табельное оружие и сделать предупреждающий выстрел в воздух. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением, седан вылетел в кювет. Только тогда злоумышленника удалось задержать. Нарушителем оказался 28-летний местный житель. В его организме обнаружили высокое содержание спирта. Машину эвакуировали на платную стоянку. В ближайшее время суд лишит беглеца прав. Обещанных штрафов за шины не по сезону пока не будет. Автомобилисты-нарушители сэкономят 500 рублей. В кодексе еще не закрепили понятия летние и зимние колеса. Постановление правительства не подписано. Напомню, необходимость конкретизировать понятие возникла из-за несоответствия требований таможенного союза и действующих законодательных норм. В первом регламент запрещает использование шин не по сезону, а во втором не прописана ответственность автомобилистов. По факту летние покрышки в зимний период не обеспечивают должное сцепление колес с покрытием. Риск попасть в ДТП вырастает в несколько раз. Кстати, если поправки все-таки примут в следующем году, то после их вступления в силу водители не смогут использовать восстановленные шины, только новые. Безопасный переход, невредимый пешеход. У инспекторов ГИБДД усиление. Личный состав брошен на предотвращение аварии с участием пеших участников дорожного движения. Во всех районах Новосибирска у каждой опасной зебры дежурят экипажи ГИБДД. Проверяют, чтобы водители притормаживали перед особой зоной. Особое внимание местам концентрации ДТП. В Новосибирске таких участков десятки. На крупных магистралях Дусико-Вальчук, Большевистка, Котовского, Красном проспекте и других. Штраф за игнорирование человека на зебре полторы тысячи рублей. За час проверки инспекторы составили десятки протоколов. Сейчас, говорят в ГИБДД, весенний пик ДТП с пешеходами. Поэтому акции по безопасности на переходах будут проводить все чаще. Поводом для проведения мероприятия стал высокий уровень аварийности с участием пешеходов. Только с начала 2021 года на территории города Новосибирска в качестве пешеходов пострадало более 82 человек. В том числе 16 детей. При этом 58 дорожно-транспортных происшествий произошли в зоне пешеходных переходов. С 12 по 16 апреля в местах интенсивного движения автоинспекторы будут целенаправленно контролировать соблюдение правил проезда пешеходных переходов водителями транспортных средств и правил перехода проезжей части пешеходами. Новосибирская область попала на четвертую строчку антирейтинга Сибирского федерального округа по росту цен на бензин и газ. Последний вид топлива за месяц подорожал почти на 18%. Такие данные предоставили эксперты Новосибирскстата. Они проанализировали показатели за февраль этого года. Кроме того, один из самых популярных марок топлива АИ-92 также подорожал на 2%, 95% на 1,6%, а 98% на 0,6%. Лидером по увеличению стоимости бензина и газа стала республика Тыва. А в Иркутской области отмечен рекордный рост цен на солярку. За 1 литр водителям нужно заплатить 55 рублей 22 копейки. У популярного блогера Анастасии Ивлеевой конфисковали дорогой ламборгини. Машина стоит примерно 20 миллионов рублей. За последние 8 месяцев блогер получила 200 штрафов. Большая часть за превышение скорости и управление транспортом без прав. Из-за хамского отношения к ПДД у женщины забрали машину на штрафстоянку. Однако звезда не расстроилась и снимала сториз во время оформления административного протокола. Отмечу в комментариях, под публикацией люди негативно высказались о таком демонстративном нарушении правил. На этом выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на канал ОТС в YouTube, на программу ДПС в Instagram. И, конечно, не забывайте присылать на почту редакции ваши вопросы и видеозаписи. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok